Друзья, давайте поможем Женьку набрать косарь на канале, он давно этого хочет. Он снимает про спорт вместе с семьей своей. Ссылочка будет в описании. Всем привет, друзья! Мне написал Юра Спасококотский и предложил поучаствовать в соревнованиях блогера Classic Physique. То есть соревнования по бодибилдингу, они пройдут в Москве 27 апреля. Я никогда не участвовал в таких соревнованиях, никогда не стоял на подиуме вообще, никогда не позировал, вообще ничего этого не умею. Я вообще стритлифтер, у меня ног нет. Ног нет, так звучит дико. Короче, вот. Но я все-таки попробую, потому что там будет хороший призовой фонд. Я, возможно, выступлю в блогера Classic Physique еще в какой-нибудь категории, там, где совсем овощи, и выиграю. Заберу призовой фонд, надеюсь. Вот. Короче, будет интересный опыт. Я думаю, новый контент вам тоже будет интересен. Начинаем подготовку. Погнали. Так, ребят, что же по питанию у меня? По питанию я начал набирать массу, стараюсь набирать массу. Хоть и остался месяц до соревнований, все равно нужно хотя полмесяца понабирать массу, потом слить жирок и воду, и останется нормальная форма. Не знаю, сколько я там буду в исходнике весить. Вот. Что я делаю сейчас? Я питаюсь нормально, ем там курочку, углеводики достаточно. Также пью креатин. Я пил креатин год или два назад, и у меня началась, короче, дичь какая-то вообще. В животе там все это скамкивалось, короче, запоры какие-то были, дичь какая-то была. Вот. И я боялся снова пить, но пока что вроде нормально. Не знаю, три или четыре дня уже пью. Вот. Посмотрим, что дальше будет. Сейчас фаза загрузки. У меня по 20 граммов в день пью. 24 марта у меня соревнования по стрит лифтингу. Мне нужно их затащить, а потом поеду уже через месяц на соревнования в Москву, и надо там тоже затащить. Хотя это вряд ли, потому что у меня ног не отъемы. Ладно, подкачаем ноги, попробуем сделать сечку на ногах, ну, чтобы они более-менее нормально выглядели, и покажем, надеюсь, достойную форму. Так, давайте, наверное, посмотрим на мою форму. Тут, конечно, свет не очень хороший, потому что дневной свет, как мы знаем, стирает границу, и не видно никакого рельефа, но все равно давайте проверим. Такая тема, кстати, когда я позирую, спину напрягаю, да, у меня почему-то искривляется позвоночник. Я не знаю, так он нормальный, да, смотрите. То есть так вроде позвоночник как бы прямой, а когда я начинаю позировать, он какой-то кривой, как будто у меня там сколиоз третьей степени, смотрите. Видно было или нет, не знаю, на камере. Но, блин, там жестко на фотках, короче, вообще, не знаю, почему так. Блин, мне стремно, конечно, но самое интересное, это ноги, которых нет. Я не знаю, как там опять же бицепс бедра напрягают. Вот так, наверное, да? Ну, короче, факт есть факт, ног нет. Ах да, есть еще такое поверье, что все атлеты, которые выступают на соревнованиях, химичат. Лично я выступаю не из-за того, чтобы выиграть соревнования, а из-за того, чтобы просто получить опыт, ну, и сделать контент для вас интересный. Я химичить 100% не буду, это для тех, кто, возможно, будет делать обзор потом на меня, типа, о, он Никулин какой-нибудь, о, он выступал на соревнованиях, он химик. Хотя он и так уже сказал химик, поэтому мне пофиг, но химичить я не буду. Короче, перед тем, как позировать, мы сейчас напампимся, все мышцы напампим и покажу вам позирование. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и сейчас Женек мне покажет позирование для Мэнс Физика, а потом попробуем уже Классик Физик, или как это там называется. Ты вышел, поприветствовал судей, выходишь чуть-чуть вперед. Когда ты становишься вот в эту позу, ты стоишь непрямо, чуть-чуть повернутый, это для того, чтобы сделать талию уже. Правая рука на поясе, не вот так вот, четыре пальца на пояс. Заднюю ногу, центр тяжести на левой ноге. Это если ты будешь поворачиваться вправо. Если ты становишься в эту позу, следовательно, центр тяжести на правой ноге. Тяжести на пояс, всегда помни о том, что ту руку, которую ты ложишь на пояс, все четыре пальца должны лежать на поясе. Вот и вышел. Надо помнить о том, что ты стоишь выше судей. Ты должен чуть-чуть вперед податься, но совсем чуть-чуть. Подышь, вот ты встал, вот первая поза. Когда начинаешь напрягаться, надо выдохнуть, напрячь пресс. Но в некоторых, некоторые судьбы снимают баллы за то, что ты слишком сеченый, потому что это физик. Там не должно быть сеченности. То бишь, ты встал, нельзя напрягать грудь. Ты встал, вот, все. Надо напрячь крыло, чтобы вывести плечо вперед, понимаешь? Вот ты встал. Дальше. Поменял. Здесь чуть-чуть подаешься вперед, напрягаешь косые. Вот эту, вот эту руку. И здесь, то бишь, за счет того, что ты развернулся, опустил руку, получается, чуть-чуть грудную напряг. За счет этого. И вот это плечо, плечо той руки, которая у тебя на поясе, оно всегда должно быть напряжено. Вот вторая поза. Видишь, любил? В этой позе важно, чтобы ты раскрыл спину. И здесь тоже всегда одна рука всегда лежит на поясе. То бишь, ты раскрыл спину, напряг ее и чуть-чуть отклонился назад. Вот эту ногу, на которой нету центра тяжести, ее можно чуть-чуть отвести назад и обязательно напрячь и круг. Правильно ставим? Вперед. 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 Да. Давай дальше. Направо. Ну, я бы тебя отпиздил, что такое. Погоди, а я как-то надо. Че, погоди, вам стоило, да? Да. Направо. Улыбка. Артур Гурочок. Направо. Раскрой спину. Во. Назад. Во. Направо. Направо. Блин, это сложно слушать с первого раза. Ребят, сейчас попробую позы из классического, да, этого? Классик физик. Классик физик, короче. Без ног это очень смешно смотрится. Я не знаю, как это позы делается последнее. Короче, позирование для первого раза довольно-таки сложно, особенно если зеркала не будет, я так запарюсь. Просто это жесть будет. Тотальный провал. Грегич. 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 ГОДАСК- Продолжение следует...